Привет, друг! С тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере Смотр Рэйдж, всё как всегда, и как ты понял по названию ППВ-ролика, сегодня вместе с тобой посмотрим новое обновление 1.6. Так что я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну а перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промок он Эван, вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Ну что, вчера, 3 июня, все кстати с началом летом, вышло новое обновление на Смотре. Обновления достаточно крупные, я бы сказал, что мы играем теперь не смотря РПГ, а смотр РП. Как админы с этим борются, что игроки называют этот сервер РПшный, но по факту он такой и встает, он РПшным встает. Нифига он не РПГ. И сейчас вместе с вами мы разберемся в этом. Ну что, а мы по классике, сейчас смотрим с вами чейнжлог, после чего едем смотрим все новинки. Все таймкоды есть в описании на ролике, перематывайте на то, что вам интересно. Начинаем? Значит первое, о чем мы поговорим, это то, что они переписали там спавнер лута, добавили оптимизацию худа и серверной части, но это все не интересно. Там поизменяли некоторые херни, полностью переработали, короче лут, животных, вот это все. Теперь, кстати, если вы будете писать капсом, вам выдадут 5 минут мута. Обновлено меню Escape, теперь там пишется ник, наличный банк, актуальная версия сервера. Добавлена система ежечасных выплат от государства для организации Payday. Максимальная единоразовая выплата от организации 250 тысяч рублей в час. В час, Карл. Знаешь, сейчас нужно идти в организацию, а какая у нас есть организация, пока что только менты, и лутать за пешку. И, кстати, да, пара ментов. Создана новая первая государственная фракция полиции, которая находится недалеко от нашего места. Добавлен военторг для полиции в рабочие здания, не знаю, что это такое. 20 видов формы МВД, 2 вида формы ДПС, служебный инструмент ЖЕЗЛ, тазер добавили, резиновую дубинку, создали систему КПЗ. Теперь менты могут просить ваши документы, обыскивать могут вас, забирать у вас запрещенные предметы из инвентаря. А могут лишать тебя лицензий, могут себя объявить в розыск, могут вас заключить в наручнике и повезти за собой. Могут убивать при сопротивлении. И, кстати, им пофиг, у вас спасибо или нет. КОПы могут с применением физической силы садить вас в служебный ТЭС. Также вы можете выйти из КПЗ, если заплатите какой-то налог. Реализована система инфостой для организации. В полиции установлена первая инфостойка. Здесь вы можете оплатить сразу все штрафы ПВТ одной кнопкой. Здесь вы можете оплатить залог и освободить от розыска добровольно. Добавили первый фракционный гараж. Количество единиц транспорта ограничено системой. Вы в любой момент можете убрать транспорт в гараж организации. Для что я могу сказать о СМОТРЕ. Пока я записываю начало, меня уже три раза крашнуло. Это капец. Знаешь, что дальше? Добавлена система розыска игроков за совершение преступления. Ваш в любой момент законники могут объявить вас в розыск. Абсолютно всех статей имеют возможность внесения залога для отмены срока. Во всем игровом мире руководитель полиции может устанавливать 15 законов. Есть как автоматические, так и персональные. Если в законе, по которому вы разыскиваетесь, будет изменение, ваш розыск автоматически снимется. Если в окружении копов вы покинете игровой сервер, вы будете посажены автоматически на x2 срок. Если вас отправят в отключку копы в момент задержания, вы будете посажены автоматически на x2 срок. То есть, если они вас при задержании убьют, вы просто улетите на x2 срок. Что, мне кажется, половина будет так и специально делать. Добавлено приложение 911 в телефон экстерной службы. Любой игрок теперь может вызвать полицию. Полиция, как всегда, видит все вызовы на миникарте. Вызов закрывается либо самим инициатором, либо выходом из игры. Исправлено пропадающий безвозврат на поле ввода смс при отправке. Исправлен баг с заправками на техобслуживание. Добавлено лицензия на оружие, кстати. И чтобы получить эту лицензию, необходимо пройти экзамен в полиции. Лицензию на оружие можно выдать только сотрудник госорганов. Без лицензии на оружие теперь нельзя купить оружие в легальном магазине. При обеске, если у вас есть лицензия на оружие, оружие и патроны не могут изъять. А у меня нету, то что у меня могут изъять. Добавлена система кастомного разброса оружия. Это бета пока что. Разброс меньше, если прокачан на VXRLB. Мне кажется, это бред вот этот. Почему, блин, осмотра добавляет не улучшение сервера, а ухудшение? Добавили полицию, которая тебя могут забрать лицензию, которая стоит 130 тысяч. Посади в тюрьму. Добавили разброс оружия. Добавили еще какую-то херню. Но как пацаны говорят в группе ВК, скоро эту мусарню уберут так же, как и масло и фильтры. Добавлено приложение Законность в игровой планшет. В нем вы можете посмотреть, сколько уровней звезд у вас и за что разыскивают. Сделаны некоторые графические изменения для игровых окон. Исправлены неотображаемые фотографии в объявлениях. Исправлена загрузка фотографий в объявлениях, сделанных в 4К. Добавлен ПТС в меню личного автомобиля F3. Улучшено окно личного автомобиля. Добавлена кантовка для окон, которая делает их визуал еще лучше. Убрана ватность мувов персонажей. Реализована система татуировок для персонажей. Добавлено и обозначено 5 тату-салонов. Количество татуировок, наносимых на тело, не ограничено. Всего в каталоге 700 разнообразных татуировок. Татуировки доступны как мужским, так и женским персонажам. Ускорили анимации в меню действия. Добавлена система рукопожатия знакомств. Теперь если игрок в маске и не видеть его ник, видно только здоровье и розыск. Чтобы познакомиться, подойдите через меню Z и предложите пожать руку. Добавлена система документов. Паспорт, список лицензий в меню Z. Добавлено визуальное улучшение для отображения бесконечного на рабочих и других ТС безлимит. Добавлена система дуэли 1 на 1. Реализована 22 локации для качественных дуэлей. Во временном изначении дуэли локации выбирается тем, кто приглашает. Патроны и оружие не требуются. Инициаторы дуэли самостоятельно указывают оружие и сталку. Возможность сделать нос от 1000 до 99 тысяч рублей. Победитель забирает весь банк. Минус 20% комиссия. Начать дуэль можно также через меню Z. Теперь у вашего персонажа есть оружие в быстром доступе, его видно на персонаж. Добавлен долгожданный функционал для сумок персонажей. Теперь каждая сумка имеет свое индивидуальное количество слотов. Количество слотов реализовано в зависимости от стоимости сумки. Вы не можете выбросить или снять сумку, пока не выкинете или не переложите все предметы. Добавлена система крафта. Крафт лаборатории. Для крафта предметов необходимо иметь разнообразные компоненты в разных количествах. Для крафта предметов большие варианты успеха необходимы чертежи. Компоненты для крафта можно найти в кейсах, бочках, подводном луте и на охоте. Компоненты для крафта можно передавать и покупать других игроков через объявление. Каждый предмет имеет свой кд на крафт. Вы можете потерпеть неудачу в крафте. Большой процент неудач при отсутствии чертежа. При наличии чертежа вам точно известно, сколько компонентов необходимо для крафта. Некоторые предметы после крафта можно продать барыги, заработав денег. В игре, безусловно, есть редкие, малоизвестные парламенты, которые можно скрафтить. В крафт-лаборатории запущены в испытательном режиме, чертежи будут изменяться. В дальнейшем, при успехе системы, мы будем создавать новые чертежи для крафта. Добавлены новые компоненты, которые можно продать барыги. Это спирт, водка, пиво, виски, коньяк и вино. Ну, конечно же, что на смотере можно еще скрафтить. Жалко, что мы еще не собираем бычки по пляжу, как в Смотр МТА. Добавлены тематические зеленые зоны в радиус мета крафт-лабораторий. В тестовом режиме глобально изменили местность от северо-западного Чолиада до тюрьмы Занкуда. Глобальное массовое изделенение территории с антишорсами везем до неузнаваемости, красивые дубовые аллеи, красивейшие локации в любое время суток и великолепный густой лес. Минимальные просадки ФПС в этих местностях для слабых ПК, но это мы еще поедем посмотрим. Добавлен маппинг в районе полицейского участка Лос-Антоса, добавлен маппинг в Палета Бэй, грамотное разделение дорожных полосок, тоже посмотрим. И в принципе на этом все. И новые транспортные средства это Асен Мартин DBX, Феррари Ла Феррари, Шевроле Камара 2018 года плюс тюнинг, СЛР Макларен плюс тюнинг, Бентайка плюс тюнинг, ГОС, Шевроле Корвет С8 плюс тюнинг, Регера и Берзет. Также добавили три новых мотоцикла, это два Харлея и одна Хонда ГЛ1080. Обновили М5 Ф90, добавили тюнинг и также обновили Кулинан и добавили тюнинг. В принципе по чинжлогу все, а теперь едем все это проверять. Значит первое что мы посмотрим, давайте это посмотрим конечно же анимацию, ой говорю анимацию, меню Z, все панельки, ПТСки, вот вы видите кстати оружие у меня закреплено, потому что оно у меня находится в быстром доступе внизу. Все оружия которые будут находиться в быстром доступе, то бишь внизу конечно эту панельку вроде можно, а не нельзя переносить, это не редмир, вот они все будут как бы отображены у тебя за спиной. А инвентарь здесь ничего не изменилось, кстати он какой-то побольше стал или это мне уже кажется. Бананка, сумка, рюкзак не надето, максимум 20 слотов кстати сумка занимает. Как вы видите пока что возле нас никого нет и у нас доступна новая функция, которая называется мои документы. Теперь при нажатии на мои документы мы можем посмотреть какой у меня пол, уровень, стаж, выносливость, мускулатура, стрельба, не состою ли я в организации и в какой работе я работаю. К сожалению не добавили аватарки, чтобы фоткаться. Также твои лицензии, А, Б, Ц, Д, Е, самолеты, вертолеты, водный транспорт на оружие. Но водный транспорт не получал, но там самолеты, вертолеты я же сдавал. Короче пацаны, смотра РП. Да, буду я так ее называть. Давайте по приколу, а еще менюшки, ну нет давайте Z до конца проверим. Или что заметил, еще тахи какие-то, вообще физика изменилась всего. У меня почему-то все едет боком. Давайте я руку пожму. Оп, игрок рядом. Пожать руку. Вот так это выглядит. И когда мы жмем руку и чел в маске, у нас светится его как бы ник. Может ищу дуэль? На сколько? Вообще без разницы. Ну давай на 50. На 50, давай. А, ну окей, на 10. Значит, игрок рядом. Сим. Предложи дуэль. Выбираем разную локацию. Например, давайте на вот крыше. Не знаю почему я захотел на крыше. Давай, например, еще вот давай снайперской винтовки. И 10. Хотя снайперская винтовка, кинуть перчатку. Снайперская винтовка это в антаб сейчас будет. Я не знаю зачем я это сделал. Блядь, я ру. Set, go. Так, я так понимаю, человек напротив, да? Надеюсь, он меня пушить не будет. А вон он, вон он, видите? Жалко, здесь как в пабге кивине нельзя. Вот, 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 давай, давай слоем. Блядь. Пизда. Попал. Стоп, я его грохнул. 18 тысяч. Изи бабки. Спасибо. На бензин заработали. Кстати, новая березатка вон поехал. Изменены новые менюшки. Давайте нажмем F3. Вот, видите, вот такая вот окантовочка добавилась. В принципе, красиво выглядит. И добавлен паспорт ПТС на все мои автомобили. То есть, если мы нажмем, например, на Урус, мы видим, какой у него уникальный ID, сколько было владельцев, максимальная скорость, тип топлива залит. Объем бака, сколько в баке, пробег и сколько забит багажник. В принципе, это удобно, чтобы там, вы сложили вещи, например, в багажнике, видно сразу, сколько там занято, типа, есть там что-то или нет. Насчет телефона, вот добавилась новая менюшка 9.1. Мы можем вызвать полицию, мы можем вызвать медицинскую помощь, как вы понимаете, медики скоро появятся. И юридическую помощь. И что? А, и планшет, точно. Планшет, планшет, вот законность. Ваш уровень розыска нету. И мы смотрим, что вот такие вот законы. Здесь у нас есть 15 законов, то есть, проникновение в ограниченную зону, убийство, массовое убийство. То есть, за убийство нам дадут 60 минут тюрьмы, если вас ловят, конечно, и 200 тысяч залога. Только я не знаю, это как на СССР, что 200 тысяч и 60 минут. Или 200 тысяч стоимость залога, то есть, чтобы выйти. Или 60 минут. Это бред, мне кажется. Самое жесткое здесь это дача взятки. 500 тысяч рублей и 360 минут. Это пиздец. Интересно, кстати, кто забирает штраф, например, если кто-то выдал, да? Тебе выдается то, что ты словил такого, по идее, человека. Или все идет в банк организации, а потом просто выплачивается за пешку. Это тоже интересно. Так, в принципе, по менюшкам все. Мы приехали в ПД. Давайте закроем УРУС. СЛР сразу здесь спойлер. Блин, кто там стреляет? Какой же здесь добавили маппинг? Добавили вот такую херню. Добавили синий-желтые фонарики. Вот дальше мы заходим внутрь. И здесь, в принципе, такая же самая херня, как вчера. Если вы не поняли, это набор в полицию. Просто вот так заходят люди. Вот так. И админы их принимают. Там РП, ДМ, ТК, присядь. Смотр РП, пацаны, что я хочу сказать. Инфостойка. Давайте посмотрим инфостойка, что здесь находится. Облатить ПДД и внести залог за себя. Если что, пацаны, я вчера заходил. Вчера здесь такая дичь происходила. Можете, в принципе, сейчас посмотреть вставочку. Ебать очередь возле моего беза. Я так и никогда не видел. Пацаны, в кино заходим. Ребята, я вам лучший ютубер, а что ты? Я просто хочу охереть, какая там очередь в ПД. Потому что по фоткам в беседе в ВК, я видел, что там жопа. В принципе, когда я вот сейчас подъезжаю, смотря на свои текстуры, которых нет. Я понимаю, что да, там все плохо. Блядь, что я пройти не могу? Это здесь еще люди стоят? Блядь, такой в трусах стою вообще поебать. Да не толкаетесь вы. Кто толкает? Кто толкает? Кто толкает? На хуй загасили, блядь. А че ты за кейм-парад, пацаны? Тихо. Можете гранат, иди сюда, чтобы сдохнуть. Тихо. Это пиздец, меня там раздели. Ты меня засмотрит. Бур, бур. Блядь, какой бред, это пиздец, я не могу. Мы зашли, нас смотрю, чтобы поиграть, поесть. Ну, конечно, это формилка еще, RPG, но это не важно. Но обидно то, что, ну, блядь, мы зашли с тачками. Мы зашли, мы этот сервер любим из-за тачек. Мы любим из-за тюнинга тачек этот сервер. Мы любим из-за атмосферы куча людей, все тачки заменены. Ну, короче, сервер основан на тачках. Зачем добавлять эту ментовку? Эти вот, эти наборы, блядь, люди стоят, по-моему, по 3 часа, чтобы устроиться на работу, чтобы лутать зп. Никто туда не пойдет работать, просто так. Ну, там, ладно. Человек 10 придет, просто поработать, там, поугарать, либо кого-то специально посадить, окей. Но никто не будет работать там всерьез, потому что все идут туда лутать зпшку. 250 тысяч рублей в час. На месте, как бы, не валяется. Также, а, вот, кстати, смотрите, полицейский чарджер. Ну, блядь, ну, это бред. Конечно, разноеобразие, вы можете сказать, но это бред. Чё это такое? Главный механик, полицейский гараж. Чего? Да. Давай я захуяю. Убрал. Ебать, мне чё, сейчас звезду дадут, стой? Мне кажется, я сейчас, мне кажется, ролик не досниму. Во, я долбоё, бля. Бля, знаете, пацаны, чё надо сделать? Срочно прям. Нужно заехать, как бы, бля... В смысле убийство номер 2? Бля, пиздец. Стой. Пацаны, знаете, чё, быстро прям, блядь, быстро как бы сделать? Ой, здесь нету маски, как удобно эта херня. Быстро надо найти тачку, где у меня. Ебать, за мной выехали, сука. Я маску хочу найти. А где маска, сука? У меня же масок с жопой жуй. Чтобы мой ник не было видно. Хотя им пофиг, наверное, я в пассиве, не в пассиве. Видно меня или нет? Блядь, всё. Мент едет. Сука! А если я выйду сейчас? Если я сейчас выйду, то мне пиздец. Потому что меня Х2 посадят. Вы в розыске. Сука, нахера я это сделал? Починка недоступна, сука. А что мне делать? Я знаю, что мне делать. Мне нужно ехать куда-то в огромное место. Откуда меня отцепится? Всё, я уехал отсюда, нахер. Хотел бы я так подумать, но эта погоня затянулась на 30 или 40 минут. Была достаточно угарная, весёлая. И это только начало. Поэтому скоро ожидайте на канале отдельный ролик с погоней. Это было весело. Подписывайся, чтобы не пропустить. Мы заезжаем в село наше. Смотрите, блядь, какие здесь деревья. Такое чувство, как мой первый проект в Cinema 4D. Просто добавить на карту деревья. Они огромные просто. Ну, прикольно с одной стороны. Подожди, они... Можно врезаться? Да. Но летать теперь по этому городу такое. Я бы сказал, что тревел бы охренел, если бы он сюда зашёл. Блядь, мент! Сука, где он взялся? Поэтому вот мои безы. Добавили кучу тату-салонов. Давайте зайдём. Я не буду тачку глушить на всякий случай. На, экстрельбы. Всё, заходим в тату-салон. Фу, блядь. А прикол сейчас объявят как-то, не знаю, в розыске. Меня вот здесь захерачат. Короче, более, сколько там, 700 татуировок добавили? Или я это борщу немного? А, да. 700 татуировок. На левой ноге, на правой ноге, на туловище, на левой руке, на правой руке и на голове. На голове либо спереди, либо вот здесь на шее. Но я хочу, например, на шее. Давайте посмотрим, какие здесь есть. Конечно же, обычные из GTA V. И также, и также есть, наверное, кастомные. Ну, я так бы думал. Хотя, вряд ли кастомные здесь есть. Давайте добавим что-то на шею. Вера. Можно сделать из себя Моргенштерна. На левой руке, вот здесь есть, на запястье, на локте, где-то вот здесь. Ну, короче, очень много разных татуировок. По 180-280 тысяч максимум. Но, мне кажется, на спине будет дороже всего. Есть на спине какая-то? Ох, ебает. Да, 270. 270. 350, вот. Ну, короче, чем качественнее татуировка, тем дороже она стоит. Приколотаем, если... А, скорее всего, да. Из-за того, что у тебя татуировки, у вас могут не взять в государственные структуры а-ля ментовку. Поэтому сейчас татуировку мы не будем наносить. Я попытаюсь устроиться в ПД. Заснимем с вами видосик. А потом уже, как бы, нанесем себе татуировочку. А самое главное, если... А, чего? Вы видите, куда нас перенесло? Вы видите, что на заднем фоне? Понимаю. Это, чтобы вы понимали, не город, ни хера, а это село. Так, пацаны, мы приехали в лабораторию. Я не знаю, что здесь такое. Это какой-то хиппи, блин. Не знаю. Какую-то херню, блин. Самогон варят здесь. Иди уход. Прям вот здесь? Хиппа. А, вероятность успешного крафта. Верстак. Запустить. Стой, а... А чё, здесь не пишется, чё можно скрафтить? Ни хера нет? Нет, туда чертеж нас можно. Это кто приехал? Вряд ли менты. Микуся. Чё, чё это за... Это мы, типа, опасные. Типа, я писал бы, что нужно для крафта или чё-чё-чё. Типа, чертежи найти. Ну, либо чертежи, либо ещё чё-чё-чё. Сахар? Ура, говорите. Ну. Бля, думал, напишется хотя бы, что нужно, для чего там нужно. Здесь нихера тупо. Пальцем в небо. Ну, мне сказали, что один бед, крафт или четыре крафта. Ну, бред, короче. Да, можно алкашки наварить, напушаться. Блин, то. Ментов нападить, понял, и уехать. Угостить, заснять на видео и взять и праздник. Ха-ха-ха. Ну, тестовый его добавили и тестовый его выберут. Так, пацаны, это получается уже, ну, третий день после обновления на Смотр Рэйдж. И за эти три дня ввели очень много багфиксов. Давайте я добавлю то, что сейчас сделали массовый разбан всех игроков. То есть, игроки, которые читерили, которые занимались валютой, которые взламывали, кидали, всех их теперь разбанили, и они опять смогут зайти на сервер. Хорошо это или плохо? Я не знаю, можете судить сами. Исправили баги там с дюпами разных компонентов. Комхак выключили на дуэлях. Теперь дуэль не спаймят в чате, не засорает его. Теперь добавили новые лутбоксы. Переписали систему спауна животных, спауна боксов. Добавили 24 на 7 ящик любого алкоголя. Теперь добавили возможность полицейским закрывать и открывать двери слушаемых тестов. Не знаю, в чем прикол. А, именно, чтобы никто не сел. Запретили телепортировать любое транспортное средство на территорию тюрьмы. Ну, КПЗ, вернее. Их самое главное, это убрали x2 от срока, от смерти или от выхода. Изменили разные правила фракции. И теперь, чтобы уступить в полицейский, тебе нужно оформлять заявочку на форум. В принципе, все, что нам осталось, мы не досмотрели вчера, это новые автомобили на этом сервере. Поэтому мы уже находимся, в принципе, возле автосалона элитных автомобилей. Я думаю, мы направляемся туда и посмотрим, что же там новенького добавило. И что по цене, и что по, как бы, максималочке. Знаете что, первый автомобиль, который нас встречает, это Кёнигс Григера. Достаточно офигенный автомобиль. В жизни это гибридный автомобиль, то есть у него есть и движок, и есть электробатарея. В каком-то году он даже какие-то рекорды брал, я не помню. Едет он 425, стоит 180 миллионов. Ну, не особо так уж и много, но видом он, конечно, ебет, если честно. Он очень красиво выглядит. Дальше, следующий автомобиль, это у нас, если брать по списочку, это... Лендли Бентайга, да? Самое странное то, что она стоит 24 500, выглядит достаточно неплохо, достаточно премиально. И едет 330, как F90 и другие автомобили. Но если мы посмотрим на его конкурента, то есть Бентли, это конкурент Астон Мартин DBX, который стоит 22 900. Едет на 20 километров хуже, хотя стоит там буквально 0 на 2 дешевле. Если честно, Астон Мартин выглядит не так уж красиво, как Бентайга. Очень странно, почему на сервер не добавят старые DB7, DB9. Мне кажется, они прям бы пользовались популярностью, потому что это тачки Джеймса Бонда, реально. И самое угарное то, что Бентайга за 24 500 едет 330, а Кулинан за 35 едет 280. Вот это я не понимаю. Все, что я могу сказать, это... Ну, блин, админы должны добавить максималку Кулинану, либо убрать в Бентайге, потому что, ну, это капец. Как Калин может ехать 280, а Бентайга 330, C8. 19 500 и 330, как F90. Все, что мне не нравится в этой модельке, это те гребаные расширения, вот эти, спереди и сзади. Ну, не знаю, как они могут кому-то, блядь, нравятся. Ну, это какой-то ракет-бани уже начинается, это не завод, это тупо бы взяли и налепили расширение. Еще так сложно добавить просто стоковую модельку. Вы можете сказать, ну да, Рейдж еще не поддерживает, типа, вынос колеса, то нахера эти расширения надо. Ну, это же колхоз. Еще здесь, блядь, лавка такая большая есть. Ну, это же колхоз, не знаю, кому это нравится. Феррари Ла Феррари, 86 миллионов, выглядит офигенно, едет 395, в тот момент, когда она стоит 86 миллионов, она едет 395. Верон за 92 миллиона, едет 397, а Сена, которая стоит 80 миллионов, едет 390. То есть, Феррари, это прям имба, Роллс-Ройс, Гост, который стоит его, мать его, 50 миллионов рублей, 50. Едет он 285, выглядит достаточно прикольно. А что, кстати, значка нет в новых Роллс-Ройсах, я просто не знаю, ну, походу, нет. В принципе, по автосалону элитных автомобилей все. Поехали в автосалон Мерседеса и автосалон, эээ, как бы, смешанных авто, мультибрендовый. Автосалон Мерседес Бэнс, сори, брат, что сбил. Вот, 26 миллионов, за 26 миллионов он едет 340. Ну, относительно неплохо он, кстати, едет за 26 миллионов. Не прямо аж вах, но неплохо. Он едет плюс-минус, как Феррари, плюс-минус, как Хуракан. Но стоит дешевле. Японки приехали смотреть, пацаны. Знаешь, что у нас по японкам? По японкам нам добавили Бирзет с тюнингом, который продается за 2,250 и 240 в расширениях. Но на Бирзете это еще более-менее норм смотрится, чем на Корвете. Но если бы он был бы стоковый... А, кстати, без обвесов. Блин, добавлять японские автомобили без обвесов, ну это же, блин. Просто Бирзет на расширениях, на Рокетбане. Красивым спойлером. Больше ничего не могу сказать. 240 едет. Но тот самый Скайлайн, который стоит полтора, ей 245. Ну что, последняя точка в этом видосе это автосалон мультибренда. И здесь добавили Шевроле Камара. Вот он. Стоит 7,9 миллионов. Это самое последнее поколение. 305 максимальная скорость у него за 7,9. Без обвесов, без ничего. Да, это прикольно, что все-таки Камара добавили хотя бы на какой-то проект. Потому что я добавляю только Диму Станги, Челленджеры, а вот Камарики не добавляют. Теперь у нас присутствует Камарик, который 305 за 7,9. В то же время Хеллкэт стоит 8,1, что на 250 тысяч дороже. Но едет он на 10 километров хуже. Но, конечно, Хеллкэт и выглядит, мне кажется. Но лично для меня получше, чем Камарик. Предыдущие поколения Камара, они прям сэкосные. Ну, в принципе, на этом все. У меня вот такой видос вышел. Пишите, как вам новое обновление на Смотр Рэйдж. Достаточно много спорных нюансов. Тот же лут, тот же мент. Новые тачки, в принципе, претензий нет. Странно, что, кстати, BMW нет. Хотя, Rolls-Royce это BMW по факту. Значит, есть. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете об этом обновлении. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Нажимайте на лайкос. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Ведь скоро будет очень много интересного контента и веселого. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым никогда и не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.